Какую тактику выбрать при прохождении длинных упражнений, чтобы не допустить промахов и выполнить все за максимально короткое время? Секретами своего мастерства поделился многократный чемпион Испании, чемпион Европы Эдуардо де Кобос. Наша постоянная рубрика «Мастер-класс». Смотрите и учитесь! Для начала мы будем стрелять упражнения, состоящие из 22 выстрелов. Здесь 9 стандартных мишеней, IPSC и 4 поппера. Я буду поражать мишени слева направо, потом перемещусь и начну уже поражать мишени справа налево. После чего сделаю перезарядку, подбегу к центральному окну и отстреляю металлические попперы. Главное не задеть штрафные мишени бабушки, они находятся в правом окне и за попперами. Особое внимание при прохождении этого упражнения стоит уделить порядку поражения мишеней и передвижению в галереях. Согласно разработанному мною плану, я могу выполнить это упражнение всего за 4 шага. Это позволит сэкономить достаточно большое количество времени. Наиболее распространенные ошибки, которые допускают новички, подходят близко к окну. Я стараюсь занять такую позицию, чтобы видеть все мишени сразу, чтобы не делать дополнительных движений для прицеливания. Стрелки, которые допускают подобные ошибки, преодолевают большие расстояния от стартовых позиций до позиций для стрельбы, тем самым теряют время. Второе упражнение. Здесь 24 выстрела, 12 мишеней IPSC и 6 штрафных мишеней. Стрельба происходит в движении. Главное здесь двигаться ровно и строго по прямой линии. Главное сохранить направление, не двигаться в стороны. Это мешает прицеливаться и увеличивает время. Здесь очень важно соблюдать технику стрельбы в движении. Ноги идут строго по прямой. Движение осуществляется только корпусом. Мой план заключается в том, чтобы стрелять справа налево и после зарядки не менять направление. Продолжать стрелять также справа налево. На мой взгляд, это наиболее эффективный вариант. Следующее упражнение. Здесь 16 выстрелов, 10 попперов. Тут главное вовремя выхватить пистолет. В момент выхвата я делаю маленький шаг, чтобы одновременно видеть 5 попперов и 2 стандартные мишени. После их поражения я бегу вправо и делаю перезарядку. После чего поражаю оставшиеся 5 попперов и стандартную мишень. Ошибки, которые здесь можно допустить. Когда стрелок после перемещения не стабилизирует свое тело и начинает стрелять, как правило, допускает паромахи. Стрельбу нужно начинать только после того, как вы твердо встали на ноги, заняли стрелковую позицию и прицелились. И помните, перед тем, как начать стрелять, разработайте четкий и простой план поражения мишеней. Чем сложнее будет план, тем больше вы совершите ошибок. Все должно быть просто. Продолжение следует...